Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Зритель мой, здравствуй! Сегодня мы продолжаем наш душевный разговор за жизнь с руководителем Амурского камерного хора «Возрождение» Еленой Беляевой, от голоса которой у многих проходят головные боли. Лен, а что было одним из самых, может быть, ненавистным или нелюбимым занятием детства? Вот было такое, что… Детством? Детством, да. Занятием? Занятием, не знаю. Вот что-то вот из детства. Может, вас чего-то заставляли, не знаю, там, длину прыгать? Или математику учить? Или там еще что-то? Меня ничего не заставляли, но у меня была одна очень большая проблема со здоровьем по зрению. И я помню, что одно из моих таких наказаний, Золушкиных, было, когда это было упражнение, оно, видимо, было очень эффективное, мне его врачи назначали. И мама это все делала скрупулезно. Вот прям вот, вот что написано в этом вот листе назначений, мы все это, значит, делали, возвращаясь из Москвы. И одно из заданий, я помню, ненавистное действительно было. Это когда мне в одной чашке большой смешивалось гречка, рис и какая-нибудь перловка, а я должна была это как Золушка разложить, по разным чашечкам это все разложить. Когда я все это закачивала, мама подходила, смешивала все по мной. И состояние близко к истерике. Ну, я в принципе была очень таким спокойным ребенком, усидчивым, потому что я играла в шахматы, потом, когда я начала заниматься музыкой, совершенно спокойно, меня никто не заставлял, я могла по 4 часа сидеть за инструментом, заниматься фортепиано. Для меня не было чем. Вот физкультура, наверное, да, в школе. Особенно бег или что-то сразу. Ну, то есть вы не девочка со сбитыми коленками? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я очень спокойный вот такой. И шахматы, кстати говоря, мне, наверное, очень в жизни не помогли, потому что даже их бросив ради музыки в один прекрасный момент. Я сегодня очень четко знаю наперед, то есть вот это просчитывание ходов на несколько шагов вперед, это осталось в моей жизни навсегда. Но это помогает. Это помогает. Тем более мне как музыканту, потому что я человек очень импульсивный, эмоциональный, очень взрывная, меня очень легко вот как бы поджечь. Запалить. Да, но вот именно вот это вот просчитывание вперед, может быть, проговаривание чего-то, продумывание, да, то есть оно мне помогает в жизни немножко саму себя сдерживать в узде. Смотрите, вот хор «Возрождение», камерный хор, кто ваши артисты? Они кто, не знаю, они профессиональные артисты, или они утром, днем она медсестрой, вечером она артистка? Нет, на сегодняшний день все артисты хора, они являются штатными сотрудниками Амурской областной филармонии. То есть все трудовые книжки лежат у нас в обеих кадрах. То есть все на профессиональной основе? Все работают на профессиональной основе. Другой вопрос, насколько все имеют или не имеют музыкальное образование. Вы знаете, я иногда за одного с консерваторией, вернее, за двух без консерватории, за одного без консерватории, отдам трех с консерваторией. Потому что иногда бывает, что, ну, то есть диплом, он, диплом это, конечно, хорошо, образование музыкальное, это очень хорошо, это здорово, но есть такая фраза, Знания латыни не мешают человеку быть ослом. Иногда бывает, да, что человек приходит, вот у нас есть такой солист в хоре, его очень многие знают, и в городе, и в области это Павел Кипаридзе. Это человек, у которого нет музыкального образования. Он действительно очень одарённый человек. Грузин, генетически поющая нация. Грузин, генетически поющая нация. Конечно, где-то ему не хватает музыкального образования. Но за те годы, которые он поёт в хоре, он уже читает с листа оппонента. Он уже, в общем-то, свой университет здесь тоже прошёл. И это исключительный, конечно, случай. В основном у меня сейчас работают люди с музыкальным училищем. С высшим музыкальным образованием не так много, но это специфика, опять же, нашего города. Потому что, во-первых, у нас нет высшего заведения, в котором бы учили в музыке. То есть всё-таки это божий дар, в первую очередь? В первую очередь, да. Божий дар. Нельзя научить чувствовать человека, да? Без него нет. Если человек приходит, он не интонирует. Даже если у него есть музыкальное образование, но у него нет интонации, голоса, этому научить в 30 лет уже очень сложно. В детском возрасте ещё может быть. Дано или не дано? У меня вообще есть мечта такая, может быть, дурацкая, я не знаю. Я хочу объехать все клубы Амурской области со своим коллективом. Лена, зачем вам это надо, все печки при Амурье проехать и поиспеть? Ну, вы понимаете, что люди не виноваты в том, что они живут в этой печке. Они не виноваты в том, что... Вот я всегда почему говорю, вот если мы приезжаем, у нас сидит 20 человек в зрительном зале, такое тоже бывает. Но, к сожалению, очень редко, правда, но бывает. Обидно? Я всегда говорю, обидно, но я всегда говорю, люди, вот эти 20 людей, которые пришли, они не виноваты. И они хотят нас услышать. И мы никогда не сокращаем ни одного номера. Мы никогда не сокращаем, ничего не убираем. Мы работаем вот как будто бы их не 20 сидело человек, а 20 тысяч человек, для того, чтобы они запомнили, и другим рассказали, понимаете? Слава, 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 Слава вечным, по вечным Богу, и носим их мир. Потому что когда мы приехали в одно село, и там было 50 человек, мы отработали эту программу, а через несколько лет мы приехали, а там уже сидит 350. Это тоже важно. А если мы для этих 20 отработаем, сегодня плохо, они завтра не придут сами и не приведут за собой никого. Это тоже важно. Основателем, можно сказать, возрождения вашего хора была Надежда Гутникова. За что вы ей благодарны? Это долгая история, на самом деле. Ну, если можно так, самую основную. Ну, прежде всего, за то, что она именно мне оставила этот коллектив, для того, чтобы я его сохранила и развивала дальше. Это как завет, это как наследство. Я в чем-то себя чувствую, наверное, себя больше ее ребенком, наверное, чем ее собственные дети. Поэтому для меня это, конечно, человек с большой буквы и человек, которому я буду любить всю свою жизнь. Как профессионал благодарна и тоже за многое? И как профессионал тоже. Потому что, понимаете, она была очень сложным человеком, конечно, как и все мы. Да. Но та вот изюмина, тот огонь, который в ней горел, та зажигательность и тот задор, которым она заражала всех, кто вокруг нее находился, этому стоило поучиться. И стоило поучиться, как она работала. И, конечно, и во многих вещах. Я ее очень благодарна за все и помню, и люблю. Голос нужно беречь, Лена? Обязательно. А как его беречь? Если вы хотите, конечно, его сохранить, то, конечно, нужно беречь. Ну и мы все до конца жизни с голосом, как правило? Нет, не все. Не все? Нет, абсолютно нет. Голос, он очень капризный, он очень хрупкий, он очень зависим от времени года, времени суток, от настроения, от атмосферного давления, от того, сколько вы сегодня спали, от того, что вы вчера ели. Или сегодня. Может, это так все накручено, надумано? Нет, это не накручено, это не надумано. Если вы, конечно, работаете бухгалтером, то, конечно, да. А если вы работаете певцом или лектором, или педагогом, учителем, которому нужно все время говорить, вы будете об этом, должны, во всяком случае, об этом задумываться. И сейчас, в принципе, ничего секретного же в этом нет. Никакой гуголь-муголь вам не поможет. Не поможет? Да, голос нужно беречь. Ну, прежде всего, это, конечно, не перегружать. Если вы чувствуете, что вы перегрузили голос, то вам нужно обязательно отдохнуть, для того, чтобы восстановиться. Отдохнуть, помолчать. Да. Самое большое лекарство для голоса это молчание. И если вы хотите восстановиться, прежде всего, нужно замолчать. Не читать книг. Даже так. Даже так. Не слушать музыку, потому что во время слушания музыки вы работаете, ваши связки работают, тем более вокально, вообще любой. Если вы читаете книгу, ваши связки работают. Поэтому лучшее лекарство для голоса это уехать куда-нибудь в лес и гулять, наслаждаться тишиной. Ваш рекорд молчания ради голоса? Ну, это отпуск, это месяц. Ну, вообще, ну, вы же там с мужем, с кем-то... Минимум, конечно, но... Минимум. То есть, минимум. Не, ну, выходные мы можем, в принципе... А было такое, что прям вот сутки-двое приходилось практически молчать? Ну, у меня был период, когда было... Вот от переработок было... Был такой момент, когда нужно было просто физически молчать неделю, например, вообще, да. То есть, мне врач категорически запрещал вообще что-либо. Выдерживали? Ну, это тяжело, конечно, в наших условиях. Это нужно обязательно либо уезжать куда-то, либо... Ну, это должны быть понимания, конечно, близких. Ну, понятно. Ну, обязательно тогда в таком случае, если это экстренно, потому что у меня была экстренно однажды очень тяжелая ситуация, когда просто от... На разрыв аорты была работа, и, ну, пришлось просто вот, не знаю, прокричать, наверное, да, это... И получила я травму связок просто во время исполнения. Нужно было. Это, конечно, больничный, нужно брать. Просто брать больничный и высиживать, и участок. У вас, в смысле, возрождении много духовного песнопения. Почему? Это основа. Почему? Потому что православная музыка это основа всей нашей культуры. Это основа. Это фундамент... Это фундамент, без которого невозможно себе представить вообще сейчас никакую музыку. Потому что, если мы захотим, мы духовное зерно можем найти вообще во всем, в любом. Вот любой вообще совершенно написание, это чего-либо. Оно идет откуда. И очень много цитат, понимаете, в жизни, в музыке, в литературе, в поэзии. Очень много цитат оттуда. И православная музыка, православная культура это часть нас. Без этого мы просто будем... Кем? Нас не будет. Нас не будет. Мы будем оттуда вырванным и с корнем дерева, который засохнет. А какие-то особые чувства души, вот без пафоса, когда поешь духовную музыку? Да. Абсолютно точно. И хотя бы это все по-разному, это необъяснимо на самом деле. Потому что русский блок мы поем, там взрывается мозг, да? И у людей, ну, в смысле у зрителей, и, конечно, у нас какая-то эйфория там на сцене. А когда вы поете, когда мы поем духовную музыку, включаются какие-то другие струны. Абсолютно открываются другие... Шлюзы, жалюзи, как угодно. И потоки начинают другие. Люди становятся светлее, чище, добрее. И задумываются о том, о чем, может быть, задумывались, не задумывались никогда. Понимаете? А тем более, когда в духовной стихии в них заложен вообще кладезь мудрости, которую черпаешь и черпаешь. Вот сколько поем мы эту духовную музыку, да? Вот казалось бы, мы поем-то раз в день уже много лет. И вот прошел какое-то время, прошел перерыв, мы его долго не пели. Начинаешь петь, и начинает все дрожать внутри. Как это объяснить? Я не знаю. А были какие-то моменты вот до спазма, до слез, что даже трудно? Да, да, да. Да есть песнопение, которое вот просто ком в горле. У нас нет благовещенских акустических залов. Это наша боль. Не наша хоровая боль. Это и ваша боль зрительская, потому что вы лишены этого удовольствия слушать хор в живом исполнении без фонограмм, без микрофонов, я имею в виду, без аппаратуры. И вот у нас такая возможность в городе появилась несколько лет назад, когда реставрировали, открыли и начал работать храм Всехскорбящих Радостей. Там изумительная акустика, ведь это единственный храм сохранившийся православный теперь до революционной постройки. И там купол построен, все правильно. То есть экономически все сделано, как положено. Да, экономически все сделано, верно. Там потрясающая акустика, там невероятно легко поется. И я периодически практикую такое, что мы репетируем именно там и даем концерты там духовной музыке. И я привожу туда специально людей, своих хоровых артистов, для того, чтобы они понимали, что помимо микрофонов этого звучания бывает еще другое. Нужно видеть их глаза. Когда человек приходит первый раз, открываешь рот, а звук сам летит. и у них глаза вот так большие-большие становятся, открывается удивление на лице, потому что это счастье, это удовольствие, это непередаваемое удовольствие. И однажды мы, когда репетировали, а там в храме находится чудотворная икона Божьей Матери всех скорбящих радостей, она действительно удивительная, и какая-то аура удивительная в этом храме. И мы пели песнопение современных авторов, современного поэта, современного композитора, посвященного Богородице. И вот после этого я несколько минут просто не могла говорить, потому что было ощущение, что действительно Богородица прямо здесь была, сейчас нас слышала. Это было до кома, до спазма я ушла в этот предел, потому что невозможно было что-либо говорить. Хор немножко не понял. Они думали, что они что-то сделали очень плохо. И чем-то тебя расстроили. Да, и они молчали, они так тихо-тихо стояли, вот была тишина. Думали, что-то не так. Они думали, что-то не так происходит. А я ничего просто сказать не могла, потому что это было вот до слез пробиваемо. И когда вот мы поем это песнопение, я сейчас прошу вот вспомнить то ощущение, вот как тогда было, чтобы, да, чтобы это даже где-то на концерте-то повторить. Это очень важно. Если вы это запоминаете и все это делаете, потом повторяете, это очень важно. Есть какая-то вещь, которую вы по каким-то причинам никогда не возьмете в свой репертуар? Ну, есть, безусловно. Вы знаете, вообще в духовной, если в музыке говорить, там же есть такие вещи канонические, которые вообще на сцену нельзя выносить. Вот для этого я несколько лет назад сама служила вот в храме, на клиросе пела, для того, чтобы понимать и самой различать, да, то есть насколько вот это я могу спеть в концерте, а вот это не могу. Есть, безусловно. Есть очень интимные такие глубочайшие вещи, которые... Которые на сцену выносить ни в коем случае нельзя. К сожалению, у нас очень многие коллективы поют эти вещи. Ну, хотя их, ну, честно, если сказать, ну, нельзя. И я, конечно, этого не сделаю. Ну, безусловно, я не возьму в репертуар произведения какие-то, не знаю, с ненормативной лексикой, например. Ну, не возьму я этого, да. Потому что я считаю, что все-таки мы носители культуры, русской культуры. А сегодня со сцены запросто мат. И говорят, это видение художника, да. Может быть. Но я считаю, что вот наш коллектив все-таки хор, это должен быть эталон, ну, примером. Он должен быть примером, как человек должен выглядеть, как он, что он должен петь, каким языком он должен петь. Хотя мы исполняем же современные песни, мы перекладываем их сами, да. Исполняем произведения на разных языках мира. Но я считаю, что артист должен нести со сцены доброе, светлое и чистое. Грязи в нашей жизни, простите, и так хватает. И поэтому сцена не зря там на полтора метра выше. совершенно верно. Оно должна быть выше. Я считаю, что все-таки вот, ну, чего-то хлебнуть такого горя человек может и в жизни. И вот так вот, выше крыши. А мы должны нести все-таки праздник, свет, чтобы люди после концерта выходили и говорили, как вот, было такое как-то в отзывах у нас там, это как в храм сходило. Да? Почему нет? Или вот, ну, нет у человека возможности, да, посещать эти концерты вот в деревнях в тех же. Почему мы должны приехать, и они там в деревне так, этих трехэтажных там могут друг друга, да, покрыть. А вот что-то спеть они, те же русские народные песни, они их уже, наверное, не могут. Они не знают, люди-люли, забыли дальше, все уже после. Да, поэтому я думаю, что мы им должны нести то, чего они не знают. Лен, говорят, у вас сложный характер. Вы согласны с этим? Конечно. А в чем сложность вашего характера? Сложность моя, я не знаю, не могу сказать, наверное, со стороны виднее, наверное, непримиримости с чем-то, наверное, в прямолинейности. Я очень прямой человек, я не люблю вилять, как-то выливать. Наверное, вот в этом случае. Я прихожу и вываливаю все, что я думаю, поэтому, не знаю, где-то может быть сложность в том, что, да, действительно, я очень резкая и строгая по отношению вот в работе. Что касается профессии, да. Да, я не могу полутонов каких-то восприниманий. Нужно, чтобы, если ты работаешь, работать так работать, гулять так гулять, любить так любить. Молодец. Понятно. На что тратите еще время с радостью, кроме работы? На свой дом, на свою семью, на... Ну что, на борщи, на супы, на солянки? В том числе, в том числе. У меня нет домработницы, как многие считают, да, борщи, солянки, хлеб, и печенюшки, и ватрушки, и пирожки, и борщи, все, все, я все делаю сама, и стирка, уборка, вяжу. Вот это для меня такое большое значение имеет как релакс, да, как в качестве отдыха. Я могу сидеть, вязать и ни о чем не думать. Лен, ну вот у нас областное телевидение, и нас смотрят, от Акимчана до села Ядрина на границе с еврейской автономией. Наверное, еще до каждой печки вы доедете, я не сомневаюсь, но не скоро. Многие люди говорят, ну вот певица, ну вот хор, ну вот то-се, вот спойте что-нибудь, акапельно. Я понимаю, студия, я понимаю, наверное, звук у нас не самый лучший, но тем не менее, вот для людей, которые сидят и смотрят. Бедная птичка в клетке сидит, есть сладкие зернышки в окна глядит, есть сладкие зернышки и в окна глядит. Бьется и бьется по сторонам, ищет свободы своим крылам, ищет свободы своим крылам. Спасибо, Лен. Я вот сейчас сидел, мне было жалко эту птичку, я ее представлял, я ее видел, я ее чувствовал. Вот это великий дар вот так спеть и донести. Спасибо. Понимаешь, спасибо. За жизнь нашу мы говорили с Еленой Беляевой. Ну, что говорить после такого пения, после такого голоса, после такого разговора, который чистит душу жесткой щеткой. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Поговорить о жизни это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова